Барнаулу не хватает скверов, парков и вообще деревьев. Таково мнение горожан и ученых. Биологи говорят, если мы не начнем отстраивать зеленый каркас сегодня, то Барнаул накроет ветра, а столбик термометра вообще начнет скакать. Сделать климат более мягким, как природный, так и социальный, поможет проект зеленого каркаса. О чем речь, расскажут герои нашего выпуска. Те, кому предстоит реализовывать проект зеленого каркаса. Здравствуйте. Андрей, обращаюсь к вам. Расскажите коротко, как создатель проекта, о чем вообще идет речь? Ну, зеленый каркас, как правило, понимают как совокупность природных факторов. То есть все ресурсы, которые у нас есть, природные, в составе городской территории, мы все туда включаем. Озеленение, земельные ресурсы, с биологической точки зрения, воздушные какие-то ресурсы, водные ресурсы, ну и там флора, фауна, которая во всех этих содержится. А если понятно, для простых людей. Ну, озеленение, воду, реки, какие-то природные ландшафты, которые у нас сохранились. Вот все это как бы и формирует зеленый каркас. Иван, расскажите, пожалуйста, насколько город вообще заинтересован в таких проектах? Это важно? Конечно, вся концепция, которая у нас презентовалась в администрации города, она направлялась у нас всем заинтересованным ведомствам. Мы ее широко обсуждали с представителями общественности, с профильными министерствами, с застройщиками, со всеми, со всеми. И направляли для рассмотрения, изучения, внесения предложений для каких-то изменений или доработок. И в большинстве своем концепция получила положительные отзывы, и лишь были какие-то незначительные мелкие детали, касающиеся мелких исправлений. Но в целом она обществом была воспринята очень позитивно. Хочу подчеркнуть, что к созданию проекта «Зеленого каркаса» потолкнул Вячеслав Франк. Цитата. «В 2020 году, идя на выборы главы Барнаула, я обозначил необходимость создания такой долгосрочной концепции зеленения как одно из важнейших направлений работы. Сегодня концепция презентована». Александр Федорович, думаю, вам предоставить слово, потому что вы лучше меня скажете, насколько глава прав? Глава города абсолютно прав. То есть он планомерно к этому шел, я думаю, что и последние годы, ведь это же не только с этого года, это все началось, или даже с прошлого. В принципе, работы по озеленению такие усиленные, они начались уже несколько лет назад, уж точно. Судя по тому, даже что мы парком «Изумрудный» занимались и занимаемся до сих пор. Сейчас это юбилейный, вот, юбилейный перекинутся сейчас на озеро Нагущино, такая инициатива очень интересная. Я думаю, это такой вот своеобразный триггер, и вот эта программа, она запущена, и мэр абсолютно прав, и это очень хорошо, что именно власть в лице мэра активно поддерживает и занимается, и продвигается эту программу. Это очень важно, поддержка властей. Вот, и в этом смысле как раз и общественность сама, активная общественность, которая заинтересована, и которая очень давно говорит о том, что нужно нам заниматься зеленью, надо заниматься благоустройством. Это все как раз в эффект синергии такой, мне кажется, происходит у нас сочетание. Какие результаты вы можете заключить? Вот тот же самый «Изумрудный», как он изменил жизнь нашего города? Ну, я думаю, что радикально изменил. Изменилось, мне кажется, вообще сознание даже людей. То есть многие даже не верили в том, что это вообще можно сделать. То есть на той стадии, самой низкой точки существования парка, который был перед тем, как приступили к проекту, какие были дебаты, люди даже, да ну, не может быть, а что вы, там столько денег нужно. То есть разговоры были очень такие недоверчивые. А на самом деле результат оказался очень показательным. Я думаю, «Изумрудный», вот как раз реализация этого проекта, она во многом как раз и вдохновляет, и подталкивает и власти, и всех остальных к тому, что да, это можно сделать, да, это все получается, когда все едины, все заинтересованы, то все очень хорошо. То есть эта планка, ниже которой опускаться уже сейчас не хочется. То есть тот же юбилейный, он сейчас подтягивается и тоже начинается. Я думаю, что постепенно «Изумрудный» просто стал своеобразным эталоном благоустройства города. Андрей, результаты зеленого каркаса какими будут? «Изумрудный» поняли, а масштабы берем больше? Ну да, как раз пример «Изумрудного» показывает, что при должном обустройстве какой-то одной зеленой зоны, как общественного пространства, начинается туда очень масштабный приток жителей и, соответственно, просто переполняется. Там толпы народа ходят и, естественно, один «Изумрудный» не может вместить. Соответственно, вот начинается появление других таких общественных зон, которая уже в должном количестве всех удовлетворит, всех устроит. Цепочка парков, скверов, вот что, собственно, каркас, слово «каркас» – это… Ну вот хотелось бы понять. Слово «каркас» – это, знаете, вот если у человека здесь скелет, да, у города есть каркас. Каркас транспортный, каркас, как раз зеленый каркас, да, который, как только транспорт – это дороги, улицы, проезды, тротуары, а зеленый каркас – это вот как раз парки, скверы, отдельные зеленые островки. То есть все, что соединяется в идеале, было бы вообще сделать круговую, полностью закольцевать и пронизать вот всю структуру города именно вот этой зеленью. Вот что направлено на этот проект, это как раз увеличить. А это вообще реально? Конечно, реально. Так точечную застройку, например, идет? Так вот, кстати, как раз проект «Зеленого каркаса», он и отчасти, мне кажется, направлен на то, чтобы застройщики, крупные застройщики, которые такие стейкхолдеры, как их называют в области строительства, уже учитывали именно вот этот проект «Зеленого каркаса». То есть где-то, может быть, хотелось бы побольше, скажем, построить, да, там кварталов, жилья, все, но здесь сквер или здесь парк, или здесь что-то намечено. Нет, нужно учитывать эти интересы. Это как раз баланс. Он, собственно, и, мне кажется, одна из его задач, и это в том, чтобы сбалансировать количество, скажем, жилья и строительства, и зелени. То есть все должно как-то друг с другом в таком, в правильном балансе быть. А настроение власти, оно какое? Как настроено? Я понимаю, что к градостроительному совету вы не относитесь, но все же чего ждать людям? Ну, ждать, конечно же, развития, в первую очередь. Почему мы об этом сможем твердо сказать и сегодня, и завтра? На сегодня наша концепция «зеленения» внедряется в генеральный план, который на сегодня находится уже в финальной стадии разработки. То есть весь научный труд, который был именно в части каркаса, о котором мы говорим, «зеленого», он на сегодняшний день вшивается в генеральный план. И, ну, то есть та тематика, о которой вы говорили, точечные застройки, либо назначение земельных участков по видам их освоения, это все будет предусматриваться в генеральном плане. То есть задаются правила игры на много лет вперед с учетом перспективы развития. Но есть вот, например, такие слухи, скажем так, что проект его реализации затягивается, потому что сдали 18 февраля, уже три месяца прошло, а каких-то конкретных действий, которые были в рамках «зеленого» каркаса, некоторые ученые говорят, что, ну, понятно, не будут делать. На сегодняшний день мы уже приступили к увеличению попородного состава при высадке зеленых насаждений, и также мы приступили к увеличению доли многолетних растений в общих посадках, которые у нас идут в сезон. Кроме того, следует понимать, что единомоментно реализовать всю концепцию, ну, это, а, невозможно, ну, исходя просто из физических реалий, и, б, это требует, ну, серьезных финансовых затрат. Опять же, если вернемся к примеру общедоступным для понимания, например, тот же изумрудный, он делался и будет продолжать делаться в несколько этапов. За один год такой колоссальный объем работ выполнить, ну, тяжело. Это бесспорно. И когда идет поступенчатое, адекватное, всеми обсуждаемое и выверенное развитие, шаг за шагом, мы придем к поставленной цели. Но я-то хочу услышать мнение архитекторов. Как на эти слухи смотрите вы? Ну, слухи, они были, есть и будут. Поэтому доверять им, я думаю, что не стоит. Нужно доверять реально конкретным делам, которые делаются. Ну, я скажу, что вот на каждом градостроительном совете всегда поднимается вопрос компенсационного озеленения, так называемого. То есть, если кто-то что-то, да, строит, но при этом какая-то зелень, соответственно, уходит, да, уничтожается или прочее, то застройщик обязан компенсировать, а даже еще и с увеличением количества насаждений. Это очень важно. Потому что застройщик-то этого не делал. А вот здесь как раз власть и должна использовать свою власть, собственно говоря. То есть при сдаче объекта в эксплуатацию органы, которые принимают, да, эту застройку, они говорят, так, ребята, сделали зелень? Они говорят, нет, ну мы вас не подпишем, вы не сдадите свое жилье, там, скажем там, или еще что-то такое, пока не выполните. Там могут быть, конечно, из-за сезонных факторов еще что-то там нельзя, ну зимой, ну как-то посадить, да. Поэтому переносятся, может быть, там на весну, но контроль идет. И насколько я знаю, что город контролирует вот эти вопросы с посадками всем. То есть не просто так вот, ладно, как-нибудь так сойдет. Ну я скажу, что, во-первых, всегда есть недовольные. Даже при реконструкции изумрудного находились люди, которые оказались в итоге недовольны тем, что получилось. Поэтому к этому просто надо привыкнуть. Вот. А вообще говоря, мне кажется, сейчас еще рано делать прогнозы, потому что концепция озеленения в большей части самая страшная и самая масштабная работа, она должна отразиться в генеральном плане. Потому что смена там вот видового состава и расширения – это вот то, что можно сделать сейчас, то, что и сделано. А вот эти масштабные планировочные работы, которые вот должны в генплане отразиться, вот какой генплан мы получим, наверное, по его итогам можно будет сказать, ну как-то вот работа пошла. Потому что то, что есть в генплане, оно должно будет воплощаться там в последующие годы. Сегодня город, он какой для вас? Как для жителей прежде всего? Потому что надо же понимать все-таки, насколько остро стоит вопрос озеленения. Можно я? Да, конечно. Для меня вот город прежде всего центр, и это на самом деле плохо, потому что сейчас есть во всех областях перевес центральной части, вот исторической, скажем, от площади Октября до речного, просто невероятный перевес. Лучше среда, лучше архитектура, лучше озеленение. Ну, много чего. И это, мне кажется, плохо, потому что это все опять точно так же, как изумрудные, это все притягивает массы, которые им просто другого места нет, где отдохнуть, погулять, перекусить. А по идее должен быть сформирован, может быть, не один, может быть, два дублера таких центров, вот типа как в концепции полицентрических городов, да, то есть нужно вот это предусматривать, потому что у нас новые районы катастрофически от этого страдают. Александр Федорович. Я соглашусь, конечно, с Андреем, это действительно так, у нас есть перекос, я тоже об этом постоянно почти говорю, где это возможно, и при рассмотрении нового поправок к генплану нужна децентрализация, безусловно. Вот, а так город наш, он разный, он, конечно, очень интересный, но вот, кстати, рассматривая старые фотографии, я постоянно, поскольку занимаюсь историей, тоже параллельно и с новым проектированием города, то я вижу на старых фотографиях по нашим улицам, Красноармейскому проспекту, по Ленина и прочее, намного больше деревьев, то есть в какой-то момент вообще от деревьев избавились, вот просто их убрали. А я думаю, что это вот, наверное, неверно. Нужно сейчас, наверное, рассматривать, пересматривать немножко эту концепцию, и понимаете, ведь для чего вообще город существует для жизни в ней людей? Зеленый каркас и благоустройство, это оно улучшает и сказывается на качестве жизни. Просто ведь мы должны думать все время о повышении качества жизни людей. В этом году мы работаем в рамках многих программ, конечно же, это то, о чем мы говорили, комфортная городская среда. Конкретные действия? Работы где? Что? Парк юбилейный, набережная речного вокзала, и в этом году попозже немножко мы приступим к изумрудному, там планируется обустройство пруда. Ну то есть не разорваться, чтобы прям плотнее заняться зеленым каркасом. Так же мы продолжаем работу. Сил вкладывать. В зеленый каркас? Да. Но по оформлению и внедрению в жизнь концепция зеленения при формировании муниципального задания на следующий год для нашего профильного учреждения, конечно же, мы будем учитывать уже следующие шаги, которые нам предписывали. Это, например, многоярусные посадки и оформление зон отдыха, то есть то, чего нам не хватает. То есть обычно у нас в городе доминирует рядовая посадка, одиночная. Мы приступим к формированию нескольких уровней по посадкам. Если же говорить по остальным видам работ, то у нас очень большой объем ведется в части дорожного хозяйства. Мы продолжаем реализацию безопасных, качественных дорог. Мы участвуем в индивидуальной программе развития Алтайского края, то есть строим дороги в новых микрорайонах. Извините, а есть человек, который занимается озеленением? Конечно. Есть профильное учреждение, о котором мы говорили ранее, это благоустройство озеленения. Там у нас работает более 100 человек. И также, конечно же, в составе комитета по дорожному хозяйству есть отдел благоустройства и озеленения, который у нас как раз и ведает данными вопросами. Андрей, давайте подведем итог и все-таки такую жирную точку поставим, сказав, что город получит при реализации проекта «Зеленого каркаса». Ну, самое важное – это комфорт граждан, что у нас получит каждый человек, каждый горожанин доступную, там, в 15-10 минутной доступности, получит зеленую зону для отдыха и комфортную среду, комфортную температуру. Климат станет мягче. Насколько верите в реализацию? Время покажет, пока непонятно. Как вы ответите на этот вопрос? Ну, я думаю, это в любом случае плюс, плюс, плюс. И вообще весь этот проект все-таки направлен на улучшение качества жизни города и людей, просто простых людей, горожан. То, что проект есть, это уже хорошо. Это уже есть то, чем можно выходить. И власти, и горожанам. И поэтому я думаю, что только плюс здесь. Я верю. Я оптимист. Работа будет? Идти дальше. Останавливаться мы не собираемся. Быть голословными тоже. За нас скажут наши действия. Прекрасную точку. Я благодарю вас за интервью. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях были Андрей Таджанов, автор проекта «Зеленый каркас», Александр Деринг, один из ведущих архитекторов Барнула и, конечно, глава комитета по дорожному хозяйству и благоустройству города Иван Гармат. Вместе мы поговорили о будущем озеленении города. Редактор субтитров А.Семкин